Море не прощает ошибок. Об этом знают все, выросшие на его берегах. Но происшествия, влекущие человеческие жертвы, происходят во Владивостоке с завидной регулярностью. Плохие новости приходят со всего Дальнего Востока. Первый крупный несчастный случай с плавсредством, приписанному к Владивостоку, произошел в сентябре этого года. Плавбаза Петр Житников компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океане у Курильского острова Итуруп. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Это заняло несколько дней. Чудом обошлось без жертв. В октябре плавбазу отправили в Приморье. В результате прокурорской проверки были выявлены несоблюдения правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении. Судовладельцу вынесено представление. В октябре на грузовой палубе танкера «Залив Америка» произошел несчастный случай, который привел к гибели людей. Трех членов экипажа выбросило в море. Двое из них погибли, третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. За четыре дня тело так и не удалось найти. Искали водолазы, запускали глубоководный аппарат. 6 ноября поиски были официально прекращены. Судовладелец обязался выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Кроме того, им положены страховые выплаты. Всего на судне было 12 человек. По версии следствия, в заливе находка возле мыса Остафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. ЧП случилось на грузовой палубе в районе пятого танка. Горения не наблюдалось. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что угрозы ущерба экологии в бухте Находка из-за взрыва на нефтеналивном танкере не произошло. Разлива нефтепродуктов не допущено. В момент происшествия танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Судно не получило серьезных повреждений и самостоятельно дошло в порт. А вот последствия любительской рыбалки. Продолжаются поиски четырех рыбаков, которые вышли на промысел в Ольгинском районе в субботу, 26 октября. Ведут поиск самолет «Амфибия» БЕ-200, судно «Спасатель Ковдейкин» и гидрографические суда Тихоокеанского флота. Информация о пропаже рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе, поступила 27 октября. Территорию поисковых работ расширили до Сахалина. Во вторник самолет обнаружил предположительно пропавшую перевернутую лодку, но подошедшее спасательное судно не смогло ее найти. По информации Приморского гидромедцентра, высота волны в юго-восточном направлении от поселка Ольга, где ведутся поиски, всю неделю составляет до двух метров. 25 октября в районе залива Пассиет прибило скелет в гидрокостюме. Обнаружившие его местные жители известили правоохранительные органы. Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина. Напомним, в прошлом году в Лазовском районе ушел в одиночку купаться и не вернулся опытный фридайвер Роман Фадеев. Он работал с млекопитающими в Приморском океанариуме. Начинаем эту работу, у нас много чего не получать. Маленькая видимость, к сожалению. Вот это больше всего расстраивает. Море не прощает ошибок, и это не зависит от того, о чем идет речь – отдельном пловце, небольшой резиновой лодке или огромном танкере. Ведь результатом ошибки здесь всегда становится человеческая жизнь. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.